Починить голосовой модуль. Неужели я правда собираюсь это делать? Всем пока, дорогие друзья, с вами Винди, и мы сегодня продолжаем с тобой играть во ФНАФ Секьюрити Бридж. Внезапно, у меня наконец-то время появилось, чтобы этим заняться. Ух, у нас с тобой сегодня нечто особенное. Я нашел клювчики. Клювчики. И он используемый. Мы сегодня с тобой будем заниматься, короче говоря, сразу несколькими вещами. Во-первых, мы с тобой откроем и начнем открывать одну из концовок секретных. Мне в комментах написали, как получить секретную концовку. Сори, что я не успел сделать это раньше. Я понимаю, что, наверное, ты уже посмотрел. Но если ты еще не посмотрел видео ни у кого другого, то ты, блин, герой родной. Ты прям супер мощный. Вот, я помню все, что здесь нужно делать. И здесь же мы с тобой начнем открывать сразу вторую концовку. Блин, я уже... Я уже прям, прям... Ой, ой, прям, ой. Я прям... Очень мне интересно, что у нас с тобой будет дальше. Потому что сегодня мы вставим клюв Чики в Чику. Казалось бы, ну еще, почему ты настолько, Андрюха, рад тому, что ты в кого-то что-то можешь вставить? Я не понял вообще, Андрюха, ты с тобой все в порядке, нет? А я тебе отвечу. Нет. Я и поду... Да ладно, ты просто... Я так понял, что здесь или есть концовка, или задумана концовка про то, что я могу починить аниматроников. Я не знаю, работает ли это, но если я просто возьму и засуну в Чику ее клюв, то, возможно, она не будет против меня. Возможно, она будет мне другом. Или что-то такого рода. И здесь же у нас с тобой еще одна пасхалочка будет. Мы ее с тобой начнем собирать. Вот это очень интересно. То есть здесь... Вот, давай, кстати, походим здесь. Я, между делом, научился ретать. Так что я могу спокойненько все рассматривать. Здесь у нас с тобой много... Бляха. Сори. Здесь у нас с тобой много моментов, которые позволяют нам... Пфу. Посмотреть на секреты с другой стороны. Я знаешь, как сейчас делаю? Этот гигант-то не может сюда зайти, по-моему. Здесь я должен быть в безопасности, поэтому я могу просто напярить на себя масочку. И чуть-чуть полетать. Дай-ка я полетаю слегка. Так, смотри. Вот это вот интересно. То есть плачущая наша с тобой главная Кесси Катька и Грегори дает ей грязную... Грязную бумажку. Не знаю, зачем. Окей. Кстати, она одета, как Рокси. Она, видишь, тоже покрашена, как Рокси. Она пытается выглядеть Рокси. Она пытается быть Рокси. А есть здесь еще какие-то такие пасхалочки? Ну, интересно, сейчас это, кстати, изменится. А вот, опять я. Опять я, причем с Рокси. Заметь. Блин, как интересно. И мы с тобой сейчас, я думаю, когда возьмем... ...тот предметик, что-то здесь изменится. Опять я и тоже с Рокси. Ну, короче, я обожаю Рокси. И это, в принципе, понятно, почему. Так, ладно, давай назад. Сейчас от этой шныги сбежим. И сейчас у нас с тобой будет вторая, как я сказал, пасхалка. Здесь есть сразу три секретки. Мы с тобой посмотрим. Две секретки посмотрим за это видео. Другую секретку посмотрим потом. Но очень интересно, насколько много здесь вещей сохранили. Это просто жесть. Смотри, мы с тобой сейчас делаем вот так вот. Делаем предмет. Потом уходим дальше. Смотри, я плачу. Я плачу, потому что Гриша от меня ушел. Мы с тобой подходим сюда. И вместо того, чтобы делать эту хрень, мы с тобой делаем зумаут. Нажимаем на вот эту кнопку. И открываем одну из дверей. То есть, мы с тобой можем просто взять и открыть одну из дверей. И это секрет, который позволяет нам как раз сделать то, что нам нужно. Нас с тобой сейчас убьют. Ну, в принципе, не жалко, как бы. Не надо жужжать на меня! Я тебе сейчас голову откушу! Вот. И вторая вещь, которую нам нужно сделать, это выключать вот этих хренов. Потому что вот эти вот черрики, это то, что не дает нам найти одного персонажа, которого мы с тобой давным-давно видели и давным-давно любим. Музыка нагнетается, будто меня еще что-то убьет. Я не очень понимаю. А, я понял, почему музыка нагнетается. Ко мне Чико себе идет. Ага, понял. Ладно. Я тебя сейчас засуну! Смотри. Чика идет туда. Но она идет туда не просто так. Она идет туда умереть. Вот она стоит с задницей машет. А потом идет туда просто и... И она валяется сломанной. Но! Она не умрет в туалете. Починить голосовой модуль. Неужели я правда собираюсь это делать? Э-э-э-э. Вот так. Я чую пиццу. От меня воняет получается. И у нее отвалилось... Яйцо вот это. Которым она постоянно там с тобой в лицо махала. Так, подожди. Она на меня наорет все равно? Она стала не злой! Она стала дружелюбной. И как я делаю со всеми друзьями, я могу попрыгать на ее голове. Она умерла до конца. У нее вот этот вот грязевой какой-то комок отвалился. И все. У меня пропал этот предмет? Подожди, подожди, подожди. У меня не пропал этот предмет. Но я починил Чику. Насколько я знаю... Я немножечко посмотрел. Ну, пока что не разгадано, что происходит с Чикой и как это использовать. Потому что, да, ты починил Чику. Ну и хера с того, как говорится. То есть, ничего. Возможно, авторы игры хотели или добавят концовку с починкой всех аниматроников. Потому что мы с тобой починили Чику. Возможно, мы можем починить Рокси. И, возможно, мы можем починить Федора или как-нибудь еще так. Потому что этот предмет не просто так. И получается он здесь не просто так. Есть еще одно место, где можно попробовать получить предмет. Это в Гольфе Монти. Но там вроде как нет никаких перков за победу. Вот, ничего ты не получаешь за то, что ты проходишь его правильно. Но это очень интересно. Возможно, чуть позже мы с тобой сможем открыть этот секрет. И сможем с тобой раскрыть эту тайну. Ну, а сейчас мы с тобой узнаем, зачем этих хренов нужно отключать. Когда ты к ним подходишь, из них кричат дети. Не понимаю, почему. Не понимаю, как дети умудрились в этого робота зарезть. Но, пойдем посмотрим, что они дают, когда ты собираешь всех роботов на всей игре. Значит, смотри. 27 роботов всего есть, которых ты должен собрать до упора. Кстати, смотри, как интересно. Напиши в комментах, хочешь ли ты, чтобы мы с тобой полетали... What the fuck? Чтобы мы с тобой полетали в мире, когда мы всю игру пройдем. Ну, то есть не всю игру пройдем, а полетали просто в мире с читами. Посмотрели, что здесь интересного есть. Потому что... Ну, здесь довольно много чего интересного на самом деле есть. Я думаю, многие из вас уже знают о том, что сейчас будет и что нас с тобой ждет. Вот это место. Вот это место. Вон там мы видим с тобой землю. Когда ты собираешь все 27 роботов, тогда вот здесь появляется последний робот. Которого ты можешь использовать. Ты его тоже деактивируешь. И таким макаром у тебя открывается вот эта дверь. Мне слишком лень собирать всех 27 роботов. Поэтому я использую особую виндяевскую магию. И просто окажусь здесь. Вот, мы за этой с тобой дыркой. И здесь проломанная стена. Мы с тобой идем дальше. Ничего не подозреваем. И тут он. Здравствуй. Причем у него говорят глаза. Как ты знаешь у аниматроников, которые живые, у них горят глаза. Да, это Бонни. Это правда Бонни, это реально он. То есть это то самое, когда он умер. Он умер здесь. Он умер здесь и по легенде, по лору. Его убил Монти. Монти его убил для того, потому что он ему завидовал. Или что-то в этом роде. И поэтому он его завел сюда. Убил его здесь. Разломал. Но не добил. Потому что у него горят глаза. И насколько я знаю, если мы с тобой сделаем так. Сейчас мы с тобой это обсудим, если это так. Но если мы сделаем так. Тогда по идее, должно произойти одно интересное событие. Кстати, вон она и секреточка тут есть тоже. Так. И финал. У него гаснут глаза. То есть, в этих роботах каким-то образом заключена душа Бонни. Не понимаю, как это работает. Мне непонятно, какая здесь логика. Почему именно в этих роботах находится душа Бонни. Но когда я выключаю всех роботов. Ведь, чтобы попасть сюда. Мы должны были выключить всех предыдущих роботов. Все 27. Выключая их. И выключая этих роботов. Всего их получается 32. Если я правильно понимаю. Или 31. 31. 31 робот получается. Интересно. Интересная отсылочка на Windows. Так вот. Он выключается. Потому что его душа здесь. Не знаю. Напиши в комментариях, какая вообще нахрен связь. И как это произошло. Видимо, когда его убивали. Когда его ломали. Он переселил свою душу в эти создания. И таким образом выжил. Но когда мы к ним подходим. Мы слышим плачущих детей. Может быть. Может быть в Бонни находится несколько душ. Ну это хрень какая-то. Но просто иных вариантов у меня нет. Но что мы знаем еще по Security Breach. Почему его убили. Потому что он слишком далеко и слишком глубоко залез. Мы с тобой узнаем, что кролики. Самые важные почему-то персонажи в этой игре. Это всегда или Spring Bonnie, или Springtrap, или вот Бонни. Они самые разумные. Возможно, что Бонни до Федора тоже отключился от основной программы. И таким образом стал осознавать себя. Ведь я напомню тебе. В оригинальном ФНАФе Федор стал нормальным человеком. Потому что он отключился от общей системы передачи данных. Возможно, Бонни это сделал раньше. И поэтому Ванесса натравила на него Монти. Какая-то такая логика, возможно, здесь. Вот. Но так или иначе, да. Мы убили с тобой до конца Бонни. Поздравляю тебя. Очень интересная вещь. Очень интересная. Напиши в комментах, что ты вообще об этом думаешь. Потому что я бы хотел услышать твое мнение. Но... Да. На этом пока что все. На этом, на эту серию мы с тобой завершимся. Потому что нам с тобой дальше нужно будет открыть еще одну секреточку. Вот она будет нить чуть не менее интересной, чем эта. Ну и напиши в комментах, хочешь ли ты, чтобы мы вообще здесь полетали. Если хочешь, можем еще и полетать потом. Но пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляйте за комментарии. Увидимся в следующих сериях. Пока. До скорого, родной. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok